Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре универсал Lada Vesta. На видео автомобиль в комплектации Comfort с пакетом Winter, с двигателем объемом 1,6 литра, с передним приводом и с вариатором. Цвет автомобиля – красный металлик. Диски литые, 16-дюймовые, с шинами размерностью 195 на 55. Задние тормоза – дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида не предусмотрена. Антенна акулий-плавник расположена в задней части крыши. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Система бесключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сиденье оснащено механической регулировкой по высоте. Сиденье также оснащено механической регулировкой поясничного подпора. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Включим габариты, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами. Передние противотуманные фары галогенные. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 178 мм. Задний бампер снизу декорирован черным молдингом. Задние фонари и подсветка заднего номера с обычными лампами. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопка управления центральным замком. Сверху на водительской двери расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники без доводчиков. Слева от руля находится регулировка положения корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. С торца этого переключателя расположены кнопки управления бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера монохромный. Бортовой компьютер может показать информацию о расходе топлива, пробеге и запасе хода. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем и лимитатором скорости. Индикация круиза и лимитатора скорости на панели приборов. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от дисплея мультимедийной системы. В автомобиле установлена базовая магнитола с монохромным несенсорным дисплеем. Магнитола поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Поддерживается при соединении внешних устройств через входы AUX и USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. В составе акустической системы 4 динамика. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Кнопка отключения антипробуксовочной системы. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. В автомобиле установлен кондиционер. Правая шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры. Кнопки выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка со снежинкой отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Освещение на потолке со светодиодными лампами. Также на потолке находится кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен двумя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника не регулируется. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. Перед рычагом коробки передач расположена розетка на 12 вольт и входы USB и AUX для мультимедийной системы. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач – вариатор. При включении задней передачи активируется задний парктроник. Индикация – звуковая. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. Карман для вещей предусмотрен только в спинке пассажирского сидения. Для задних пассажиров предусмотрена розетка на 12 вольт. Задние стеклоподъемники – электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью – ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 480 литров. Слева в багажнике расположена открытая ниша с сеткой. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – тканью. Справа в багажнике расположена розетка на 12 вольт и ниша с крышкой. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. При сложенных сидениях объем багажника составляет 825 литров. Для закрытия багажника в крышке предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 55 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый и четырехцилиндровый. Объемом 1,6 литра с отдачей 113 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели универсал Lada Vesta. В комплектации Comfort с пакетом Winter с бензиновым мотором 1,6 литра с передним приводом и вариатором. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 961 900 рублей. Благодарим за помощь в съемках официального дилера марки Lada Major Auto. Автомобили в наличии вы сможете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях. Понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! До скорых встреч!